Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим содержание седьмой главы книги Деяний. Как мы помним, в предыдущей главе говорится о споре архидиакона Стефана с иудеями рассеяния, богословскими спорами, вследствие которых архидиакон Стефан был арестован и предстал на суд Синедриона. Против него были выдвинуто обвинения, что он выступает против закона Моисеева и проповедует, что Иисус Назарей разрушит это место и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. Это очень важно помнить, поскольку в седьмой главе, содержание которой исчерпывается защитительной речью архидиакона Стефана на суде и заканчивается в мученической кончиной. Так вот, в седьмой главе, в общем-то, речь архидиакона Стефана, она построена как некий богословский, но христианский комментарий к книгам Священного Писания, бытие, исход и второзаконие. И в целом речь архидиакона Стефана представляет христианский комментарий и христианское осмысление истории Ветхого Завета. Я думаю, что перед многими людьми вставала дилемма, когда они брали в руки Библию, что сначала начать читать, Ветхий или Новый Завет. И, наверное, многие слышали такой совет, что, может быть, следует начать с Нового Завета, который хронологически, конечно же, позже, но, тем не менее, дает правильное осмысление и правильную точку зрения на события Ветхого Завета, которые в таком случае предстают не просто как череда историй, не совсем понятных, но обретают некое внутреннее целостное содержание. Так вот, можно пойти по более простому пути, поскольку речь архидиакона Стефана является пересказом истории Ветхого Завета, начиная с книги бытия до, в общем-то, времен Иисуса Христа, и как раз представляет собой христианское осмысление Ветхозаветной истории. Поэтому внимательное чтение речи архидиакона Стефана на суде, хотя она и продолжительная, может принести очень большую пользу любому читателю. Сейчас же мне хотелось бы остановиться на очень интересных моментах этой речи, поскольку при сопоставлении истории Ветхого Завета в изложениях архидиакона Стефана, при сопоставлении с соответствующими книгами Ветхого Завета, внимательный читатель может увидеть определенные пункты расхождения. То есть мы видим, что архидиакон Стефан по какой-то причине те или иные события Ветхого Завета освещает, излагает не совсем так, не совсем буквально, с некоторыми изменениями, не так, как это описано точь-в-точь, например, в пятокниже Моисеева. Это очень интересная особенность речи архидиакона Стефана, и разбор вот этих пунктов расхождения между, в общем-то, текстом писания Ветхого Завета и речью Стефана является очень важным, в том числе и для апологетических целей, с одной стороны. И правильное отношение вот к этим пунктам расхождения, оно на самом деле поможет нам укрепиться в историчности того, что в этой книге, в книге Деяний, изложил дееписатель Лука. Итак, пункты вот этих вот расхождений между Ветхим Заветом и рассказом Стефана, их несколько. Сейчас я постараюсь их изложить с некоторыми комментариями и объяснениями. Итак, первое. Архидиакон Стефан утверждает, что Бог явился Аврааму в Месопотамии, прежде переселения в Харан. Хотя из книги Бытия, из 11-12 главы этой книги, мы знаем, что Господь явился Аврааму уже позже в Харане. А про Месопотамию говорится лишь только то, что отец Авраама, Фара, вывел свою семью из Месопотамии в Харан. И вот только в Харане, согласно книге Бытия, Авраам получает откровение от Бога, и Господь обещает дать ему землю, и Авраам отправляется в землю ханаанскую. Так вот, возникает вопрос, а когда же все-таки Господь явился Аврааму, и почему архидиакон Стефан излагает эту историю иначе, чем она описана в тексте Ветхого Завета? Ну, прежде всего, следует сказать сразу, что такое изложение архидиакона Стефана на самом деле является уже продуктом определенного истолкования и осмысления книг Ветхого Завета, которая бытовала в иудейской среде того времени. Действительно, в Ветхом Завете, в книге Бытия в 15 главе и в книге Неемии в 9 главе, есть такая фраза, Господь говорит, я Господь Бог, который вывел тебя из ура халдейского, то есть из Месопотамии. То есть получается, что исход семьи Авраама, пусть даже возглавляемый и его отцом Фара из Месопотамии, было делом рук Божиих. Что интересно, что в иудейском предании, а именно в переводах священного писания на арамейский язык, в так называемых арамейских торгумах, мы можем прочитать, что, оказывается, Авраам уже в Месопотамии имел представление об истинном Боге. Более того, именно по этой причине он чуть не принял мученическую кончину за исповедание веры в единого Бога, вопреки, скажем так, языческим обычаям тех мест. Вот, очевидно, подобного рода предания и, скажем так, истолкования жизни Авраама, оно дало возможность архидиакону Стефану утверждать распространенное для его времени мнение, что Господь явился Аврааму гораздо раньше, а именно в Месопотамии, то есть в Уре-Халдейском. Почему это важно для защиты священного писания? Почему это важно для историчности священного писания? Об этом я скажу в конце нашего разбора седьмой главы. Следующим пунктом расхождения в рассказе Стефана и истории Ветхого Завета является повествование о том, как Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое душ 75. То есть Иосиф после того, как открылся своим братьям, он переселил в Египет отца своего Иакова и все семейство. Так вот, говорится в рассказе Стефана, что переселилось 75 душ. По-видимому, эта цифра расходится с той цифрой, которую мы имеем в священном писании Ветхого Завета. Вот что говорится в книге Бытия, 46 глава, стихи 26-27 по синодальному переводу. «Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души, всех же душ дома Иакова, перешедших в Египет, 70». Итак, согласно тексту, согласно синодальному переводу, который основывается на еврейском тексте Библии, этих переселенцев было 70. Откуда появляется число 75? Скорее всего, число 75 является плодом, опять-таки, истолковательного чтения Священного Писания, осмысления Священного Писания, где, скорее всего, к этим 70 переселенцам прибавлены внуки Иосифа, от Монасии Махир, от Ефрема Шутела, Бехер и Тахан, и правнук от Монасии Галаат. Это очень важно понимать, поскольку во времена архидиакона Стефана, конечно, и до него Священное Писание не просто читалось, а разные элементы Священного Текста сопоставлялись и сравнивались одно с другим, что, конечно же, давало почву для подобного рода истолкований. Поэтому мы и видим вот это расхождение в числе переселенцев из дома Иакова. Следующий случай расхождения является, на мой взгляд, наиболее сложным и наименее объяснимым. Архидиакон Стефан утверждает, что Иаков перешел в Египет, скончался сам и отцы его, «И перенесены были в Сихем и положены во гробе, которую купил Авраам ценой серебра у сынов Емора Сихемова». Из книги Бытия нам известно, что Авраам купил пещеру для погребения Сары у Ефрона Хитенина, а у Емора Сихемова была куплена земля именно Иакову. Здесь мы видим, что Архидиакон Стефан либо допускает, в общем-то, какую-то ошибку, непоследовательность, либо пользуется, возможно, каким-то толкованием вот этих событий, которые бытовало бы во время. Но вот этот вопрос я, пожалуй, оставлю открытым, поскольку он требует отдельного изучения. Пока лишь и только ограничусь фиксацией вот подобного рода расхождения. Следующий пример, он является очень интересным, поскольку отражает тоже какие-то особые представления уже иудейского предания о тех или иных событиях Ветхого Завета. Например, Архидиакон Стефан говорит, что «Моисей был научен всей мудрости египетской, был силен в словах и делах». Если мы обращаемся к книге «Исход», к рассказу о Моисее, то мы не встречаем там никаких сведений, что он был научен при мудрости египетской. И в данном случае, в речи Архидиакона Стефана, мы видим именно толкование Священного Писания, которое, скорее всего, он усвоил еще в период обучения в школе и изучения священных текстов. Дальше. «Когда же исполнилось, говорится в 23 стихе 7 главы, ему, то есть Моисею, 40 лет». И это именно тот возраст, когда он вышел и решил посмотреть, как живет его народ. Так вот, в книге «Исход» и вообще в Священном Писании мы не встречаем никаких свидетельств о каких-то временных периодах жизни Моисея. Говорится лишь только в книге «Второй законе» в 34 главе. Моисею было 120 лет, когда он умер. Других подробностей мы не имеем, но, тем не менее, иудейское предание о жизни Моисея истолковательная традиция Священного Писания делила жизнь Моисея на три этапа по 40 лет. То есть, 40 лет пребывания в Египте, потом 40 лет нахождения Моисея в изгнании и 40 лет, собственно говоря, это тот период жизни Моисея, когда он вывел народ из Египта и повел его в землю обетованную. Но все это свидетельство предания, которое мы видим, которое зафиксировано, например, у Иосифа Флавия, иудейского историка. Но мы видим, опять-таки, что архидиакон Стефан транслирует здесь представление о Священном Писании, о понимании Священного Писания свойственно его эпохе. Дальше. Стихи 24 и 25. Здесь мы можем видеть, как архидиакон Стефан что-то добавляет от себя для того, чтобы сделать свою речь и свой рассказ более глубоким, интересным и эмоционально выразительным. Например, и увидев одного из них обижаемого, а мы помним, что Моисей, когда вышел посмотреть, как живет его народ, он увидел, как его соплеменник и евреи обижает египтянин. И вот он вступился, отомстил за оскорбленного, поразив, то есть убив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. Вот этих внутренних рассуждений Моисея, где раскрыт мотив его поступка, мы не встречаем в соответствующих местах книги исход. Вот эти внутренние размышления Моисея, их добавляет от себя диакон Стефан. Но что интересно, что в этих размышлениях как будто бы содержится пророчество, то есть убийство Моисеем египтянина, это был некий пророческий жест, который прообразовал собой будущее. А какое будущее? Что именно Моисей выведет свой народ из рабства египетского. Вот именно такое интересное толкование, осмысление сообщает этому событию архитекон Стефан. Напомню, что, собственно, в тексте Ветхого Совета подобного рода слов нету. Дальше, 27 стих 7 главы. Когда Моисей на другой день вышел к своему народу, он увидел, что уже не египтянин обижает еврея, а два еврея дерутся между собой. И он попытался их разнять, но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, кто тебя поставил начальником и судьею над нами. Вот эта фраза оттолкнул его нету в тексте Ветхого Завета. Ее добавляет от себя архитекон Стефан для того, чтобы придать своей речи большую выразительность, да, и чтобы слушатели представили себе воочию, как это происходило. Следующий пункт расхождения с истории Ветхого Завета. 30 стих 7 главы. По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Да, здесь идет речь именно о том периоде жизни пророка Моисея, когда 40 лет прожив в изгнании, он увидел божественное видение, в котором Господь повелел ему отправиться в землю египетскую для освобождения своего народа. И вот здесь говорится, что ангел явился в пустыне горы Синая, в то время, как в книге Исход, это 3 глава стихи 1-2, говорится, что это произошло в горе Божьей Хари. Но это расхождение, но несущественное, поскольку имеется в виду вообще в целом одна и та же горная страна, если пользоваться географической терминологией. Поэтому в данном случае в книге Исход выражение более конкретное. Следующий пункт расхождения с историей Ветхого Завета это стихи 31-33, где описано непосредственно само явление Господа Моисею на горе Хариф. И вот был к нему глаз Господень, «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». И вот после того, как Господь сообщает Моисею свое имя, он повелевает ему снять обувь с ног, потому что земля, на которой он стоит, это земля святая. В книге Исход содержится незначительное расхождение, а именно сначала голос Божественный повелевает Моисею снять обувь, а затем уже Господь называет ему свое имя. Но вот это расхождение можно объяснить именно тем, что перед нами стенограмма, перед нами пересказ живой речи, в которой, конечно же, есть всегда место некоторым отступлением и некоторым позволительным вольностям. В своей речи диакон Стефан обращается к двум пророчествам, пророчеству Амоса и пророчествам Исаия. Так вот, пересказывая или пророчество Амоса в опличительной части своей речи, архидиакон Стефан тоже допускает некое сознательное расхождение с изначальным текстом. Сразу скажу, что можно условно речь архидиакона Стефана разделить на две части. На повествовательную, где он как раз излагает истории Ветхого Завета в христианском освящении, и обличительную, где он переходит к обличению именно непосредственно тех людей, которые сейчас пытаются его судить. И вот он приводит следующие слова пророка Амоса. Дом Израилев, приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжение сорока лет в пустыне? Вы приняли Скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. Здесь идет обличение израильского народа в идолопоклонстве. И я переселю вас в Дальнее Вавилон. Интересно, что в пророчестве Амоса говорится о переселении за Дамаск. То есть имеется в виду Ассирийский плен, в который попало Северное Израильское царство. Но здесь почему-то Архизиакон Стефан говорит не про Дамаск, а про Вавилон. То есть имеет в виду Вавилонский плен, в который попало уже колено Иудина, что произошло позже, нежели плен Ассирийский. То есть мы видим, что поскольку перед ним предстоят Иудеи, и он свое обличение адресует именно им, то он сознательно пророчестве меняет вот этот топоним и как бы говорит, что да, то, что произошло с отступившими северными коленами Израиля, они попали в плен Дамаски, вот это же пророчество в иносказательном смысле можно отнести к вам, что если вы также будете противиться Богу, как и они, то с вами произойдет нечто подобное Вавилонскому плену, который был пять веков тому назад. Следующий элемент расхождения вот именно опять-таки с буквальной историей Ветхого Завета это 53 стих 7 главы. «Вы, говорит архидиакон Стефан, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Если мы обратимся к истории Ветхого Завета, книге Исход, а именно к тем строкам, где говорится о даровании Ветхозаветного закона, скрижали Завета, то, конечно, мы не увидим, чтобы там речь шла об ангелах. Но, тем не менее, среди иудеев было предание, это предание зафиксировано опять-таки у Иосифа Флавия в его книге «Иудейские древности», где он описывает историю еврейского народа, начиная с библейских времен. Это предание зафиксировано у святого апостола Павла, что во время дарования закона не только присутствовали ангелы, но как бы и Ветхозаветный закон был передан Моисею через ангелов. Вот, что об этом пишет Иосиф Флавий. Греки считают послов людьми священными и неприкосновенными. Мы же получили величайшие откровения и священнейшие законы наши от ангелов самого Господа Бога. Конец цитаты. Апостол Павел в послании Галатам пишет, что закон был преподан через ангелов рукой посредника. В послании к евреям апостол Павел пишет, ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние. Здесь мы видим, что не только Иосиф Флавий транслирует это иудейское предание, но и его разделяет совершенно спокойно апостол Павел и, конечно же, в своей речи архидиакон Стефан. Теперь для того, чтобы все эти пункты расхождения не повисли для нас в воздухе, чтобы вообще было понятно, к чему мы говорим об этом, ведь кто-то может видеть в этом некий урон для авторитета Священного Писания. Так вот, на самом деле, вывод для нас крайне важный, что эта речь не могла быть придумана кем-то другим, эта речь не могла быть придумана человеком, который жил спустя какое-то время. И, более того, эта речь не могла быть придумана Лукой, поскольку по своему воспитанию он все-таки не был иудеем, воспитывался не в иудейской среде, а обратился, в общем-то, ко Христу из, скорее всего, из празелитов. И перед нами в речи архидиакона Стефана все факты прибоданы так, как бы их изложил человек того времени, получивший духовное образование той эпохи и того времени. Поэтому, конечно, эта речь, она здесь в этом смысле дышит историчностью и, в общем-то, звучит абсолютно адекватно той среде, тому контексту, в который она вписана. И, скажем так, какие-то случаи расхождений, даже непоследовательных или ошибок в этой речи, они у нас тоже очень важны, потому что перед нами описана живая и подлинная настоящая история, которая никогда не бывает гладкой, где всегда есть место некоторой свободе и, в общем-то, некоторым неточностям. И, конечно же, христиане, прекрасно знавшие Ветхий Завет, передавали эту речь архидиакона Стефана из уст в уста, записывали ее, воспроизводя при этом и не пытаясь исправить какие-то явные погрешности этой речи. Для нас, опять-таки, это свидетельство историчности тех строк, которые мы читаем. Ну и, конечно, завершить рассмотрение седьмой главы мне хотелось бы описанием кончин архидиакона Стефана, ведь результатом этого заседания Синедриона, результатом этой пламенной речи Стефана все-таки стал смертный приговор. Архидиакон Стефан был побит камнями. Но, обрати внимание, как умирает архидиакон Стефан «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил «Господи, Иисусе, прими дух мой!» И, приколнив колено, воскрикнул громким голосом «Господи, невменим греха всего!» и сказав «Сие почил!» Вот в этих строчках мы видим очень важное для нас сводо-богословие мученичества, богословие первых мучеников, которые воспринимали свою мученическую кончину не как трагедию, а как подражание смерти Христовой, как подражание самому Христу. В этом и есть святость мученической кончины. Ведь архидиакон произносит перед смертью те же слова, что и произносил Христос, который молился, чтобы Господь простил его распинателей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok